Всем доброй ночи. Вы знаете, я в последнее время очень занята и очень много дел. Очень много дел. Я иногда неделями не могу ответить человеку, людям, которые пишут. Поэтому не удивляйтесь, что я в последнее время мало снимаю именно ритуалов. Кроме того, нужно подготовить алтарь. Это занимает некоторое время. Сейчас у меня сын пока рядом. Хочу провести с ним это время заодно, невзирая на то, что я загружена. И большее количество времени он, скажем так, в своих играх и в компьютере что-то печатает, пишет в основном. Потому что видит, что я загружена. Но это не мешает нам общаться в любом случае. Поэтому, поскольку я хотела вам подарить один такой интересный ритуал, которым я очень много лет пользуюсь. И хочу сказать, что, как и все ритуалы, отличный результат. Кстати, пользуюсь случаем, как в поле чудес. Хочу вам напомнить еще раз, что вы должны не лениться менять свою жизнь. Если вы хотите менять свою жизнь, возьмите ритуалы, которые я вам подарила. Их много тысяч просто. На всех моих каналах. И делайте эти ритуалы. И вы увидите перемены за очень короткое время. Если у вас нет серьезных таких проблем, если это, скажем так, средней тяжести проблемы, то эти ритуалы сработают у вас, и у вас получится. Многие люди, у которых были более весомые проблемы, не имели возможности обратиться за помощью, потому что, как бы, в материальном плане они не могли себе это позволить. Через некоторое время мне писали, что сделав мои ритуалы, у них появилась такая возможность, и они обращались за более лучшей помощью, да, профессиональной. Все это подарено вам для того, чтобы ваша жизнь улучшилась, чтобы вы могли жить более полноценной жизнью, потому что проблемы у нас будут всегда, пока мы живы. Телесные недуги у нас будут всегда, пока мы живы. Это нормальная вещь. Мы это все полностью не уберем. Кроме того, это где-то помогает нам быть сильнее, мудрее, потому что если у человека не будет проблем, человек просто отупеет на самом деле, понимаете. Он, находя выходы из проблем, заставляет работать свой интеллект. Тем самым становится умнее, живучее. Поэтому, что касаемо того, будут ли болезни какие-то, недомогания и так далее, это всю жизнь будет у нас. Это, конечно, не уберется, райская жизнь не наступит. Но вот адская жизнь закончится точно. Качество жизни важно, понимаете. Не то, сколько мы будем жить, а качество нашей жизни. И чтобы качество жизни было на высоте, нужно постоянно поддерживать связь с силами, силами, которые руководят нашей судьбой. Просить их. Они демократичны. Они не будут вмешиваться до того момента, пока мы сами не обратимся. Итак, я хочу вам подарить ритуал «Вызов Золнабура». Кто такой Золнабур? Золнабур, вообще-то, это джин. Это джин торговли. Я вам дарила очень много ритуалов, помогающих вам в денежном плане встать на ноги и так далее. Почему я дарю денежные ритуалы? Притом очень много. Объясню. Потому что люди разные, энергетика людей разная. Кому-то вот это подходит, кому-то другое подходит. У кого-то всё срабатывает. Чем чаще вы обращаетесь к силам, именно приносящие удачу, деньги, богатство, тем больше вероятность, что вы будете жить в достатке. Что ваших денег будет хватать на всё. Вы знаете, волшебным образом просто денег действительно на всё хватает. Как мне люди пишут, они то это купят, то то купят, а всё равно откуда-то из какого-то источника ещё приходят деньги. То есть они обнаруживают, что эти деньги как бы идут по кругу, они не заканчиваются. Где-то они убывают, где-то прибывают. И вот таким образом. И чем чаще люди делают эти ритуалы, потому что я вам дарила ритуалы всякие. И как вернуть деньги свои потраченные. Как сделать так, чтобы в кошельке всегда были деньги. У нас была денежная нить, если помните, ритуал, который притягивает обратно деньги. Ну, очень много разного. Люди, которые работают за границей для того, чтобы приходила валюта в их жизнь. Люди, которые хотят получить подарки, чтобы они получали. Одним словом, их множество. Вот сегодня я хочу вам подарить ещё один действенный и сильный ритуал. вызов золонабора. Золонабор – это джин торговли. Он хитёр. Он способен убедить всех подряд, что твой товар самый лучший. Что вот это просто жизненно необходимо человеку. Внушить ему, показать, закрыть все изъяны, все недостатки того, что ты продаёшь. В основном этим ритуалом могут пользоваться люди, которые ведут, может быть, интернет-магазин, люди, у которых есть именно магазин, помещения, люди, которые адвокаты, чтобы пользовались их работой просто острой необходимостью. Любая работа, любой вид услуг, магия к услугам не относится, поэтому я магию не учитываю. Любой вид услуг, любой вид работы, любой товар, продажа, украшения, сумки, кошки, что хотите. Если вы хотите, чтобы у вас эта торговля шла, вызывайте часто его. И я сейчас вам скажу, как правильно призвать, чтобы он приходил, помогал вам, чтобы вы были довольны им, а он был доволен вами. Вам нужно выделить место для него дома. Возьмите красную ткань. Можете убирать потом алтарь, если вы переживаете, чтобы никто не видел. Но либо перед выходом из дома это читайте, либо ночью прочитайте, алтарь поставьте. Но если вы занимаетесь своей торговлей, да даже если вы торгуете, скажем, для кого-то, в любом случае из процентов зависит ваша зарплата, проведите этот ритуал. У вас от этих клиентов, от этого народа, просто не будет отдыха. Один будет уходить, другой приходить. Итак, вам понадобится красная ткань, мёд, орехи, можно, например, миндаль, можно греческие орехи, финики. Значит, вот это всё надо перемешать в какой-то ёмкости. Финики, орехи. Но возьмите такую ёмкость, которую потом можно будет вынести, где-нибудь оставить под деревом. Можно из бумаги, можно пластмассовую какую-нибудь тарелку. Далее, красная свеча. Она не обязательно, чтобы догорела. Вы можете её потушить, потом использовать всё время. Но желательно только в этом ритуале, тогда эту красную свечу. Когда она полностью догорит, а горок просто выкиньте. Итак, красная ткань, мёд, орехи. Можно орехи миндаль, можно греческие орехи, грецкие орехи, извиняюсь, неправильно сказать. Финики. Перемешать в мёде, ну, немного, скажем так. Несколько ложек мёда и вот орехи с финиками. Если финики нет, не можете найти, можете просто орехи. Итак, читайте шесть раз. Оставьте этот алтарь, ну, хотя бы на один день. На следующий день или к вечеру выносите. Оставьте просто возле любого дерева. И говорите, «Залнабуру мой поклон». Отверните и уйдите. Это ваш откуп. Итак, читайте шесть раз. Я призываю тебя, Залнабур. Приди через красные врата, на красный алтарь, на красный огонь, на зов, на просьбу явись. Залнабур, собери купцов торговым людям. Убеди каждого купить мой товар. Убеди любого, что товар мой хорош. Им всем нужен. Необходим. Хвали, расхвали, народ созови. Мне их деньги и мой товар. Каждый доволен. Залнабур, приди. Услышь, помоги. Собери купцов торговым людям. Тебе почет, а мне богатство. Сундуки без счета. Да будет так, заклято. Если вы приучите Джина Залнабура к себе, у вас в торговле не будет никаких проблем. Вот вам еще один ритуал, который вам пригодится. Особенно людям, которые в торговле. Особенно людям, которые в недвижимости. Одним словом, людям, которым нужна клиентская база. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok